также напоминаю необходимости ставить лайки нашему видео и всем последующем видео пишите комментарии помогайте каналу за любую помощь нашему каналу мы очень благодарны 100 рублей или 10 рублей неважно ваша помощь очень важна для нас мы собственно счет нее и существуем так что реквизиты в каждом нашем сюжете спасибо большое вчера поздно вечером в половине десятого загорелся и практически полностью сгорел легендарный колхозный рынок в черниковке к счастью человеческих жертв нет не пострадали и животные очень люди беспокоились за контактный зоопарк всех животных спасли сгорела по последним данным порядка 6000 квадратных метров в торговых площадей ущерб коммерсантам пока исчислению не подлежит мало вероятно что кто-то из мелких торговцев страховал свой товар здание само по себе наверняка было застраховано но теперь будет видимо какое-то разбирательство судя по последним данным пожарная инспекция проверяла этот объект совсем недавно и было выявлено аж 56 нарушений мы не знаем какой тяжести эти нарушения тем не менее при наличии такого количества претензий торговый центр закрыт не был ну вот сейчас как говорится следствие покажет традиционно мы говорим по субботам о том о чем не говорит нам бст в минувшую неделю бст нам не рассказала о том что судя по всему власти республики башкортостан отказались от идеи реставрации памятника салавату юла его ждали начала этой реставрации уже в мае 2022 года однако ничего подобного не случилось никто коня вместе с салаватом юлаевом с постамента не снял ремонтировать и чтоб от не начал тем временем самый крупный монумент конный монумент в европейской части россии уже проржавел насквозь внутри живут птицы и неизвестно простоит ли он грядущую зиму и не начнутся ли какие-то катастрофические процессы сползания то и падение этого величественного монумента и символа башкирской идентичности вниз по склону также бст старается избегать обсуждение планов по празднованию 450-летия уфы планы эти все еще остаются абсолютно неопределенными список объектов которые точно будут возводиться либо ремонтироваться к этому светлому празднику до конца неясен единственное что мы знаем точно это то что все-таки худо-бедно строится дворец спортивной борьбы так нежно опекаемый бывшим борцом хабировом ну и догорают деревянные постройки на улице октябрьской революции где в общем-то планировался вот этот исторический центр этого празднования но там пока сплошные пожары в общем с этим тоже дело все неладное об этом бст помалкивает несмотря на то что на минувшей неделе особо ярких событий в республике не случилось однако был конечно и один гром среди ясного неба в самом начале минувшей недели мы узнали о том что в москве арестован некий роман бабаян начнем с неоспоримых фактов которые окружают это событие а дальше порассуждаем о том насколько и как это будет чревато самому радио хабирова факт что роман владимирович бабаян задержан в москве а впоследствии и арестован на время проведения следствия факт что роман бабаян действительно родственник радио хабирова по линии жены и это подтверждено из абсолютно достоверных источников факт что арестованному бабаяну вменяют вину деяния по двум статьям уголовного кодекса пока только по двум это мошенничество и заведомо ложный донос по статье мошенничество 159 уголовного кодекса российской федерации ему грозит довольно суровое уголовное наказание но тут как говорится уже решать суду факт что на основании экспертиз мы можем утверждать что документы которые господин бабаян представлял в суд для взыскания крупной суммы денег с своего бывшего партнера так вот эти документы были сфальсифицированы и следствие предполагает что были сфальсифицированы намеренно представлены в суд и тем самым бабаян получает еще и статью о заведомо ложном доносе а теперь не факты о которых как обычно говорят наши вездесущие злые языки предположительно роман бабаян был фигурой которая занималась в республике такими подковерными процессами так называемые решала который принимал участие в ряде экономических процессов по выделению земельных участков по распределению подрядов на ремонт и дорог и так далее в пользу радио хабирова мы конечно не верим злым языкам и утверждать подобного не можем но подобные разговоры ходят есть еще один не факт который требует подтверждение проверки поговаривают о том что именно из уфы господин бабаян на частном самолете экстренно вылетел в ереван в тот момент когда тучи над его головой сгустились и когда его объявили в розыск и так далее и так далее интересный момент если это так то каким же образом господин бабаян вернулся все-таки в российскую федерацию потому что если бы он возвращался законным путем со своими документами естественно на границе его бы уже задержали потому что к тому моменту он находился уже в международном розыске в общем вот все эти домыслы требуют определенной проверки уточнения но как говорится нет дыма без огня судя по всему ради хабиров все-таки пытался принять личное участие в судьбе арестованного родственника по крайней мере исходя из того что минувший понедельник он экстренно вылетел в москву было отменено запланированное оперативное совещание правительства его перенесли на вторник мы не знаем чем увенчались эти предполагаемые хлопоты хабирова вокруг романа бабаяна но я думаю что со временем мы узнаем и о том насколько хабирову удалось или не удалось повлиять на его судьбу ну и самое главное чем же чревато вот эта ситуация с романом бабаяном с арестованным родственником для самого губернатора хабирова при личном обществе конечно подобная ситуация чревато всегда чудовищным репутационным уроном для политика но во первых кто нам сказал что ради хабиров вообще политик ради хабиров назначенный губернатор по сути и сам он косвенно это подтверждает потому что периодически рассказывает о том что именно по приказу указу и там по желанию владимира путина он находится там где он сейчас находится во вторых всякий ущерб репутации это всегда изменение мнения в отношении субъекта а когда хабирова в принципе волновало мнение населения или там я не знаю медийного пространства журналистов мнения о нем саму да конечно никогда его это не волновало хабирова волнует мнение только одного человека на земле и этого человека зовут владимир путин ну и в третьих в кремле воровство мошенничество вот всякие вот эти вот штуки связанные с родней и разделом бюджета никогда не считались особо тяжким грехом и всегда на это смотрели сквозь пальцы другое дело недоверие владимиру путину или неисполнение указаний партии правительства вот это конечно тяжкий грех соответственно в этом смысле хабирову мало что угрожает а по поводу подчеркнутой любви уважения и подчинения верховной кривлевской власти у хабирова все в порядке до сих пор конечно существует некая эмпирическая вероятность того что недруги хабирова которые во множестве имеются в москве попытаются воспользоваться вот этой ситуации с арестом родственника бабаяна но я все таки отношу возможность каким-то образом навредить сейчас хабирову со стороны его конкурентов москве как очень низкую в том смысле что пока на повестке дня стабильность в регионе на повестке дня раздувание патриотических настроений а все вот это мелкое воровство мошенничество и прочее заведомо ложные доносы конечно же вполне себе простительны по крайней мере в представлении кремлевской элиты жопная тема никак не отпускает власти башкортостана с того момента как юрий шевчук противопоставил на своем концерте родину и жопу президента всем ветвям власти башкирии это крамольная часть тела мерещится повсюду в этот раз запрещенная часть тела была обнаружена неравнодушными побурниками нравственности из экспертного совета по рекламе при фас крамольная филейная часть была выявлена на рекламе ресторана маг хайландер что находится на улице карла маркса в уфе самое смешное что в этой рекламе был изображен безобидный ежик но с неприкрытой попой совет грозно указал непростительную фривольность ежа а хозяин заведения игорь баринов привет кстати игорь покорно прикрыл непристойность табличкой цензура занавес впрочем лучшие рекламы для брутального маг хайландера придумать наверное сложно и игорь пожалуй еще должен доплатить этим странным людям из экспертного совета по рекламе но пока вроде бы на этом ситуация рассосалась а вот поборники чистоты нравов и мыслей из числа депутатского корпуса пошли еще дальше на минувшей неделе госсобрание республики башкортостан к урултай при поддержке депутаток государственной думы айткуловой и утяжевой внесли в государственную думу законопроект о запрете распространение идеологии child free ну child free по русски это бездетность что это означает конкретно пока не очень понятно мы не видели самого закона и как там будет расписано вот это вот все по поводу распространение идеологии но в скором времени я думаю что если вы публично заявите что не желаете иметь детей и призываете к этому окружающих по какой-либо причине вас вероятнее всего будет ждать штраф для физических лиц от двух до трех тысяч рублей и аж до пятидесяти тысяч рублей для юридических лиц то есть теперь граждане российской федерации по сути будут обязаны хотеть размножаться и не будут иметь право подвергать сомнению эту обязанность я уже рассказывал о том что наш канал наладил достаточно тесную и многообразную связь с нашими подписчиками и зрителями очень часто наши подписчики и зрители приносят нам интересные темы наводят на всякие мысли и вот примерно так случилось на прошлой неделе наши зрители из кузнецовского затона рассказали нам о странной и на самом деле тревожной ситуации с одним из домов в этом микрорайоне расположенном по адресу город уфа улица испытателей 21 все мы по крайней мере в городе живем в многоквартирных домах каждый из этих домов обслуживает управляющая компания без этого обойтись нельзя так утверждают законы российской федерации и собственно управление домами это обычный нормальный бизнес бизнес непростой сложный дома в городе разные есть новые дома в новых красивых микрорайонах микрорайон яркий микрорайон кузнецовский затон и многие другие есть ветхие дома большие проблемные обслуживание которых по сути является убыточным занятием и естественно на рынке управления домами существует некая конкуренция как и в любом бизнесе к сожалению конкурентная борьба в этом бизнесе не всегда выливается в честную конкуренцию зачастую предпринимаются какие-то не очень чистоплотные методы и время от времени инструментами вот этой не чистоплотные конкурентной борьбы делаются сами граждане проживающие в домах инструментами этой борьбы делаются общие собрания жильцов на которых происходят разные странные и зачастую тревожные события дом на улице испытателей 21 относится к числу хороших домов это новые дома и вот вокруг стоящие новые дома которые построила фржс особых проблем для обслуживания эти дома не вызывают я имею ввиду каких-то катастрофических соответственно они являются лакомым куском для рынка обслуживания и управления домами так вот в доме по испытателей 21 в начале лета случилось внезапное собрание жильцов ну всем нам известно насколько сложно проходят эти мероприятия зачастую почти невозможно собрать людей потому что люди кто занят кто не хочет кто не знал кто опоздал и так далее так далее собрать к ворам крайне сложно в последнее время законодательство разрешает проводить эти собрания очно-заочно то есть вот примерно так случилось и на этом доме испытателей 21 но там правда произошло чудо инициаторы собрания гражданин фролов и гражданка вологина сумели собрать подписи большинства жильцов из 700 квартир дом кстати очень большой по крайней мере так они утверждают впрочем очно на собрание пришло только 40 представителей собственников собрание это которое напомню состоялось начале июня решила отказаться от услуг управляющей компанией баш жил управления в пользу управляющей компании реформа жкх который впрочем носит еще иногда и название реформа жилищно-коммунальной системы там очень странно на печати одно в документах другое а еще собрание по утверждению инициаторов избрала нового председателя совета дома некого господина даутова естественно после всех этих событий управляющая компания баш жил управления которая занималась этим домом несколько лет поинтересовалась ходом собрания вообще причиной произошедшего и в чем собственно вопрос почему отказываются от их услуг и вот тут выяснилось массово выяснились очень интересные и странные вещи во первых многие голосовавшие беру это слово в кавычки оказывается не голосовали но об этом мы поговорим чуть позже подписи в протоколе собрания вызывают массово вопросы администрация города которая является собственником большого числа квартир в этом доме которая тоже участвовала в этом собрании проголосовала за количество квартир которые превышает фактическое количество квартир находящихся в собственности администрации города в общем все это очень странно но самое интересное что новоявленный председатель совета дома тот самый даутов оказался недееспособным гражданином признанным таковым по суду собственно о чем стало известно из заявлений его опекуна сестры машарифовой фарузы который в свою очередь представляется не просто человеком а еще и магом ну многие бы наверное рассмеялись над всей этой странной ситуации когда недееспособного человека назначают на общественную должность когда его попечитель это маг и этот маг кстати там не проживает в этом доме но однако смешного здесь мало естественно что здравомыслящая часть жильцов дома по улице испытателей 21 ну вот это не охваченное магическими силами и флюидами вот это здравая часть жильцов забеспокоилась что происходит вокруг их дома зачем вот эти странная компания все это дело устраивает ну и обратились в суд чтобы признать недействительно вот это собрание жильцов на суд кстати обязали явиться и представитель управляющей компании баш жил управления в качестве третьей стороны в свою очередь вот эта компания баш жил управления обращается в мвд сообщением о возможном преступлении мы демонстрируем это обращение собственно управляющая компания предполагает фальсификации документов общего собрания жильцов всего сомнения вызывают аж 107 подписей жителей и эти жители указаны в обращении в мвд с рядом этих жителей уже удалось поговорить и выяснилось что они или вообще не участвовали в этом собрании не в курсе что оно случилось или подписывали какие-то документы якобы за видеонаблюдение во дворе в общем тут конечно все это странно выглядит таким образом инициаторы собрания которое случилось начале июня вот тот самый фролов и та сама вологина теоретически рискуют попасть уже под уголовное преследование по результатам всего вот этого собрания которое мы вынуждены брать в кавычки кроме всего вышеперечисленного странным кажется и участие в суде в качестве юриста госпожи вологиной учредителя той самой управляющей компании реформа жкх в пользу которой и пытались принять решение на вот этом собрании насыров рустам фан зилевич учредитель заинтересованный управляющей компании является одновременно юристом вот этой дамы вологиной которая все это собрание учинила согласитесь совпадение весьма странно в общем история крайне мутная подозрительная и на мой взгляд наверное криминальная она отчетливо отдает рейдерство но мы заявлять об этом пока не будем надеемся что суд и министерство внутренних дел правоохранители разберутся подробным образом в этом всем случившимся контролирующим и правоохранительным органам следовало бы обратить внимание вообще на вот эту управляющую компанию реформа жкх я полагаю что за ней кто-то стоит из числа бывших или действующих чиновников администрации города или районов но пока этого не утверждаю там где-то совсем в тумане мелькает фамилия господина нурдовлятова но пока мы утверждать этого не будем однако надо обратить внимание с какой легкостью и беспрепятственностью вот эта компания всего лишь за год работы обрела 26 домов в управлении в разных концах города вообще получить дом в управлении весьма непросто любой дом то есть там нужно много много документов много-много всяких манипуляции и прочего прочего произвести кроме всего прочего нужно еще раз торгнуть договор с предыдущей управляющей компании как и попытались данном случае однако вот компания реформа жкх легко все это сделала всего лишь за год аж с 26 домами по сути не важно кто стоит за этой компании кто там чем манипулирует важно чтобы управляющая компания добросовестно обслуживала на квартирные дома они занималась вот этим творческим перехватом привлекательных активов в городе при том что выхватывание домов в управлении в разных частях города чревато тем что логистика бизнеса нарушается и конечно управлять домами крайне сложно когда они находятся в разных частях города но это как говорится ремарка на полях в общем за этой ситуации с домом по испытателей 21 мы будем следить внимательно и обязательно расскажем об этом в последующих передачах хотя бы потому что ситуация на самом деле типовая она может произойти с любым домом и на мой взгляд ситуация это угрожает качеству обслуживанием на кротик многоквартирного дома на минувшей неделе медиапространства башкортостана облетели видео кадры которые иллюстрируют качество дорожного строительства в республике отважный сотрудник башкир автодора целиком помещается в трещины на дороге бирск тастуба напомню дорогу эту совсем вот буквально несколько недель назад закончили ремонтировать вложив туда аж три миллиарда бюджетных рублей и вот эти трещины куда помещается целиком взрослый человек конечно не помещаются в нашем сознании новая дорога треснула вот так ну подрядчик естественно поспешил объяснить это каким-то уникальными свойствами грунтов и какими-то еще там проблемами с технологическими процессами дыры эти начинают латать поражает скорость с которой власти башкирии согласились выделить еще 45 миллионов рублей на ремонт и дару этой дороги при этом у меня лично возникает логический вопрос ребята там смысле вообще никакой гарантии нет что ли на работу то есть ну случилось но пускай подрядчик и ремонтирует эти щели с какого черта мы должны еще 45 миллионов докинуть на это все но судя по всему со своих ради фаритович неустойку не берет кстати говоря в китае гарантия на дороге 15 лет подрядная организация построившая дорогу 15 лет бесплатно устраняет все дефекты и проблемы возникающие с дорожным полотном а у нас суть по всему это гарантия даже месяца не держится не перестает пугать жителей башкортостана своеобразием подходов к народному образованию министр хажин на минувшей неделе министерство образования республики башкортостан заявила что учиться вместо школы в здании заброшенного кинотеатра это нормально и вписывается в стандарты образования в российской федерации речь идет о школе а вернее об учениках в селе кормоскалы которые не имеют школьного здания и учиться вот в этом кинотеатре это вот до какого бесстыдства нужно дойти чтобы такие вещи не просто пропускать мимо ушей а еще и подтверждать господин хажин утверждает что учиться в неприспособленном помещении нормально для российской школы и для норм и нормально для российских школьников уфимский колледж статистики информатики и вычислительной техники и вовсе постигла катастрофы на минувшей неделе после дождя свежая отремонтированная крыша протекла настолько что вода уничтожила практически всю ту самую вычислительную технику которая была в распоряжении колледжа министерство образования с умным видом заявила что цитирую причиной произошедшего стал дождь конец цитаты ну это многозначительно вот только кажется мне что причиной произошедшего стал не дождь а стал министр хажин и его министерство которое не в состоянии проконтролировать качество ремонта школ и сузов в республике башкортостан и если министерство и министр хажин не считают это своей заботой и обязанностью тогда нам действительно надо задуматься а может быть и хажину и частью людей которые работают в этом министерстве надо бы поискать уже какую-то другую работу потому что очевидным образом образование в республике башкортостан катится в какую-то пропасть завтра 11 сентября в 21.00 на нашем канале состоится прямая трансляция стрима стрим это будет 67 я всех приглашаю завтра подключаться к нашему стриму поговорим на улицу холодно на дачу ехать не надо так что давайте ставить рекорды посещаемости вопросы к стриму можно присылать заранее и желательно это делать в комментариях вот к этому сегодняшнему видео это самый простой путь и самый быстрый путь и Субтитры создавал DimaTorzok